Нам надо как бы забыть эти слова «победа и встреча с Спартакомом». «Победа и победа». Играли, играли. Мы немножко этими лозунгами, наверное, и спорт, и психологию наших футболистов, правильно, заметили после матча с Спартакомом. Хотя играла основная группа, которая не играла с Спартакомом. Поэтому меня расстроило как трейдера именно характерность и ментальность футболистов, которые вышли сегодня в старте. О которых мы хотели посмотреть внимательно, дать возможность тем ребятам, кто играл с Спартаком, матч будет труднейший не только в плане самоотдачи, недоборства, игры с сильной командой, как играет Спартак, но еще и условиями. Где очень вязкое поле было, ясно, что мысльная группа нагрузилась очень прилично. Поэтому рисковать, ставя сейчас сегодня составы, условно, тут нельзя было. И даже из кого-то ставить состав, потому что травма опасна. Восстановление, к сожалению, плюс дорога и так далее, времени мало. Поэтому так группа, что выслали, некоторые фамилии, конечно, не будут озвучивать наше внутреннее дело, но разочаровало именно это первым таймом, без характера, потому что мы были как в котелках из белой перчатки и троточки. Академики, которые пока пытаются родноклассе, факелы пытаются родноклассе сегодня. Это мавитон. Факел – это характер, это огромное желание побеждать в каждом эпизоде недоборства, в каждом из игры, вытаскивать из себя все ресурсы. Это да. А сегодня, к сожалению, другие футболисты, там ощущение, что они не из нашей команды. Поэтому для нас и полезный результат. Я, конечно, был расстроен, что они порадуют болельщиков, они вышли дальше в кубке. Но, с другой стороны, анализ нам позволяет понимать, на кого нам опираться в дальнейшем. Редактор субтитров А.Семкин